В преддверии Дня Победы в профессиональном училище номер 8 открылся музей «Судьба солдата». К событию этому долго готовились, тщательно подбирали экспонаты, подлинные вещи времен Второй мировой. Большую часть экспозиции занимают предметы, найденные в ходе раскопок. На базе учебного заведения есть поисковый отряд «Гвардейц». В прошлом году ребята ездили в Смоленск и привезли с собой большое количество неплохо сохранившихся до наших дней гильз, патронов и даже оружия. Гранаты, пули находили, всякие осколки. Много такой мелочи всякой было. Самая удивительная находка была боеголовка у меня, ну не взорванная. Я вот нашел ее, мы конечно и брать не стали, положили обратно, мало ли что. Один из залов этого небольшого уютного музея знакомит посетителей с судьбой нашего земляка, героя Советского Союза Павла Ивановича Сахарова. К концу войны на его счету было 225 боевых вылетов. Он сбил 12 самолетов противника. Своими глазами ивановцы смогут увидеть подлинные документы и награды Павла Сахарова. В создании экспозиции принимали участие родственники героя Великой Отечественной войны, которые очень гордятся боевыми заслугами деда. Имя Павла Сахарова будет носить профессиональный лицей номер 8. Я считаю, что человек достоин того, чтобы его именем названо было училище, потому что все-таки герои Советского Союза, у нас их не так много в городе. Я считаю, что это достойная память, то, что дети будут учиться в образовательном учреждении, которое носит имя моего деда. Также посетители музея смогут увидеть предметы быта солдат, узнать, из какой посуды они ели, пили, во что одевались и обувались, в каких условиях жили. Один из залов музея представляет собой фронтовую землянку времен Великой Отечественной войны. К ней ведет импровизированный окоп, где с большим трудом могут разойтись два человека.